Источник в Росавиации подтвердил подлинность опубликованных переговоров пилотов Суперджета с диспетчерами, сообщает РИА Новости. Официально Росавиация отказалась комментировать утечки СМИ. Накануне РЕН-ТВ и проект БАЗа опубликовали расшифровку переговоров перед посадкой лайнеров Шереметьево. Командир сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту, сказал, что садятся в штатном режиме. При потере связи экипаж передал на землю сигнал «Пан-Пан» от французского «Пан-Паломка». Это означает, что есть конкретная угроза. Затем пилоты сообщили о потере радиосвязи и заявили, цитата, «самолет горит в молнии», диспетчеры дали команду снижаться. На посадку самолета заходил с помощью курса глиссадной системы, то есть по маякам в аэропорту, и аварийные службы, судя по расшифровке, запрашивали не пилоты, а диспетчера. Аудиозаписи и переговоры, впрочем, не опубликованы, только текст. Насколько можно доверять этой расшифровке, говорит гендиректор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко. Наверное, это взято с аудиозаписи в Шереметьевском диспетчерском центре. Но человек, который делал выписку, он с авиацией на «вы». Поэтому доверять этой выписке не следует. Ну, не все написано неправильно, но люди, которые в авиации проработали не один год, сразу же видят, что это... Ну, не буду русские слова употреблять. Там была фраза «необходима помощь». Это имеется в виду экстренная служба? Не знаю, командиру вопросов. Там очень много к нему вопросов. Помощь при посадке со стороны диспетчера какая может быть? Диспетчер ничем не может помочь. Диспетчер вызывает аварийные службы. Развилка какая? С одной стороны, капитан устанавливает код ответчика «бедствие», а с другой стороны, говорит диспетчеру, что заходит в штатном режиме. Кому должен доверять диспетчер? Я бы доверял словам, потому что кто его знает? У них ударила молния. Может, это не он установил, а само установилось. Пилот-то говорит, что заход штатный. Скорее всего, паника началась, наверное, в кабине экипажа. Сергей Мельниченко. Все пропадало, говорит Андрей Литвинов. И вот, видимо, наверное, при переключении, расшифровка, может, там шумовые какие-то были эффекты такие, что неточность. О чем тогда это все свидетельствует, на ваш взгляд? То, что у них отказ произошел, вот этот серьезный дарик-флоу, как мы называем его, это отказ системы управления, отказ компьютера помогать летчику. От себя дал буквально на миллиметр. Самолет резко опускает нос. На себя резко поднимает нос. То есть делать очень-очень плавные движения и при этом работать не только джойстиком, чем работать колесиком, чтобы его тренировать самолет и педалями парировать крен. Работала электроника, которая заводит, ну, посадочная система, скажем так. Поэтому спрашивает диспетчер его, вы, говорит, будете заходить визуально или по системе? Он им отвечает, что да, будем заходить по Илсовской системе. То есть это такая система, стоит радиомаяк на земле и принимает на самолете. Самолет, он идет по определенной траектории. Вот эта система Илс помогает для захода на посадку. Но само управление самолетом не работает. Система-то есть, она его заводит на посадку, но сам самолет плохо слушает рулей. То есть, например, скорость свою они видели, правильно я понимаю? Да, да, да. Они видели скорость, они видели маяки Илсовской системы. Андрей Литвинов. СМИ накануне написали, что доминирующая версия авиакатастрофы ошибки пилотов. Сегодня источник ТАСС в Межгосударственном авиакомитете сообщает, что выводы пока делать рано, версия ошибки экипажа является у специалистов рабочей, как и другие. На суде по видео с места катастрофы пилотов покинули горящие лани родними из последних. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова